Открывая заседание общественного совета партпроекта «Историческая память», Сергей Нарышкин поздравил всех причастных с Днём местного самоуправления. Именно сотрудники муниципалитетов, депутаты на местах представляют наиболее близкую людям власть, ежедневно помогают нашим гражданам. Трудно переоценить роль муниципалитетов в реализации нашего партийного проекта. В ходе совещания председатель Российского исторического общества указал на важность восстановления разрушенных мемориалов и памятников в новых регионах России. Теперь после воссоединения Новороссии с Россией перед нами стоит задача по систематизации сведений об этих разрушенных объектах мемориальной инфраструктуры с целью их последующего восстановления. Рассчитываю, что сегодня будет озвучен ряд конкретных предложений на этот счет. В настоящее время развернута работа по восстановлению краеведческих музеев Новороссии, наполнению их новыми современными экспонатами. Кроме того, восстановление разрушенных киевскими националистами памятников станет приоритетом в рамках соответствующей партийной программы. Более 147 тысяч объектов культурного наследия зарегистрированы. Из них срочного вмешательства требует, по сути, каждый второй. Безусловно, в эту работу нам необходимо вовлекать новые российские территории, где есть большое число памятников, которые по понятным причинам находятся в еще более плачевном состоянии. Партия «Единая Россия» уже запросила информацию у всех четырех новых российских регионов, а также обратилась в Минкультуры, чтобы определить, какие объекты нуждаются в первоочередной реставрации. Флагманским направлением работы в рамках проекта «Историческая память» остается и ежегодный диктант победы. В этом году он пройдет в пятый юбилейный раз на более чем 22 тысячах площадок. Порядка 160 из них будут организованы в Новороссии. В этом году диктант пройдет в том числе на зарубежных площадках организации высшего образования России. В филиалах наших вузов, совместных университетов у нас более 30 таких площадок, и в каждом из них пройдет диктант победы. Еще один вопрос, требующий внимания, связан с патриотическим воспитанием молодежи. В этом году по всей стране проходят акции «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти». 22 июня по традиции состоится акция «Свича памяти». Основным приоритетом партийного проекта остается забота о ветеранах Великой Отечественной войны, оказание им волонтерской помощи. Мы, разумеется, приложим все усилия, чтобы достойно поздравить их с грядущим праздником 9 мая. Одновременно с этим продолжим оказывать поддержку ветеранам специальной военной операции, выковечивать память героев России во всех регионах страны. Российское историческое общество продолжает играть ключевую роль в рамках реализации партпроекта «Историческая память». Еще одним напоминанием об этом стало включение в обновленный состав общественного совета в Рио председателя правления общества Руслана Гакуева. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова